Преподобный Паисий пришел в Галич по преданию с далекого юга, около 1385 года. Подвязался святой в Николаевской обители, более известный как Галичский Успенский монастырь. Позднее Паисий стал игуменом монастыря. История обители и история Паисия тесно связаны с иконой Богоматери Авиновской. Она чудесным образом была обретена в монастыре и много лет оставалась его главной святыней. В 1434 году московские князь и Костромской ввели междоусобную войну. Московский князь Василий Темный не смог взять Галич. Но желая лишить город помощи небесной заступницы, он вывез из монастыря чудотворный Авиновский образ и поместил его в Успенском соборе Кремля. Но в ту же ночь икона чудесным образом перенеслась на старое место. В 1450 году великий князь Василий сумел таки штурмом захватить Галич, изгнать Дмитрия Шемяку и тем самым положить конец 25-летней феодальной войне. Пометуя о том, как Василий Темный хотел заполучить для столицы драгоценную святыню, Авиновский образ, с нее сделали список. И сам игумен Паисий отправился в Москву, чтобы лично передать ее князю. Икону поместили в Успенском соборе, и поток молящихся к ней не иссякал ни днем, ни ночью. Благодарный великий князь попросил преподобного благословить его сына, будущего царя Иоанна III. «Бог да благословит царство твое, благородный и великий княже», — сказал Паисий. Так Галичский подвижник стал первым святителем, благословившим единую русскую державу, возникшую на пепелище феодальной войны. А преподобный Паисий вернулся в родную обитель, где радостное братье встречало своего любимого игумена колокольным звоном. Узнав через откровение Божие о своей скорой кончине, святой стал каждодневно поучать иноков своих о страшном суде, повелевая постоянно пребывать в трудах, молитвенном бдении и посте, готовя душу к скорому исходу. В 1460 году подвижник мирно отошел ко Господу и был похоронен у южной стены Успенского собора Паисиево-Галичского монастыря. Его нетленные мощи и ныне пребывают в этом месте под спудом. 5 июня. День памяти преподобного Паисия, галичского чудотворца. Субтитры создавал DimaTorzok